Имея чрево свое вместо Бога, они не помышляют о будущей жизни, и не припоминают себе сказанного в Писании, и горя вам присыщенные ныне, ибо взалчите и упивающиеся, потому что вас жаждете. Исайя 5.12. Впрочем, кто из них милостив и милосерд к нищим и убогим и помогает требующим помощи, тот легко получает от Бога прощение грехов своих, и ради милосердия своего к ближним проходит мытарство без остановки. Сказано в Писании, милостыня от смерти избавляет, и она ощущает всякий грех, творящий милостыни и правды, исполнится жизни. Тавид 12.9. А кто не старается милостынями ощущать грехи свои, тому невозможно избегнуть темных мытарей, которые низводят их в ад и держат в узах до страшного суда Христова. И тебе не избежать бы здесь лютой участи, если бы не получила ты сокровища молитв преподобного Василия. Мытарство пятое. В такой беседе мы достигли мытарства лености, где истезуются грешники за все дни и часы, проведенные в праздности. Тут же задерживаются тунеядцы, жившие чужими трудами, а сами не хотевшие трудиться, и наемники, бравшие оплату, но не исполнявшие своих обязанностей, принятых на себя. Там же истезуются и те, кои не родят о прославлении Бога, ленятся в праздничные и воскресные дни ходить в храм, на утренние богослужения, на божественные литургии и другие священные службы. Там же испытывается вообще уныние и небрежение как мирских, так и духовных людей, и разбирается нерадение каждого о душе своей, и многие оттуда низводятся в пропасть. «Я была там многоиспытываема, и нельзя бы мне было освободиться от долгов, если бы святые ангелы не восполнили моих недостатков дарами преподобного Василия». Мытарство шестое. Оттуда мы пришли к мытарству воровства, где хоть и были остановлены на некоторое время, но давшие немного выкупа пошли далее, потому что не обрелось на мне воровства, кроме весьма маловажных случаев в моем детстве, происшедших от неразумия. Мытарство седьмое. Мытарство сребролюбия и скупости прошли мы без задержания, потому что я, по милости Божией, никогда в жизни моей не заботилась о многом приобретении, и не была сребролюбива, довольствовалась тем, что Бог давал, и не была скупою, но что имела усердно раздавала нуждающимся. Мытарство восьмое. Мытарство девятое. Перед нами открылось мытарство неправды, где эстезуются несправедливые судьи, искорыстия, оправдывающие виновных и осуждающие невинных, также люди, не дающие наемникам условленной платы или в торговле, употребляющие неправильный вес или меру, и вообще все, делающие какую-нибудь несправедливость. Мытарство десятое. Мытарство зависти. Мытарство одиннадцатое. Прошли мытарство гордости, где надменные духи эстезуют за тщеславие, самонадеянность, презрение к другим и величание. Тут эстезуются души людей и за невоздавание должной чести родителям, правительству и начальству, поставленных от Бога, и неповиновение им. Мы тут очень мало положили для моего искупления, и я была свободна. Мытарство двенадцатое. Потом достигли мытарства гнева и ярости. И хотя там воздушные стезатели очень свирепы, но мало что от нас получили, и мы пошли далее, радуясь о Господе, под покровом молитв преподобного отца моего Василия. Мытарство тринадцатое. Побеждая зло добром, мы здесь ничего не заплатили, и, радуясь о Господе, пошли далее. Тогда я осмелилась спросить ведших меня ангелов, скажите мне, откуда эти страшные властители воздушные знают так подробно все злые дела людей, не только явные, но и тайные? Ангелы отвечали мне так. Всякий христианин после святого крещения получает от Бога приставленного к нему ангела-хранителя, который невидимо храня человека, наставляет его днем и ночью на всякое доброе дело, и записывает все добрые дела его, за которые человек мог бы получить от Господа милость и вечное воздаяние в Царстве Небесном. И князь тьмы, желающий привлечь к своей погибели весь род человеческий, также назначает одного из лукавых духов, чтобы он, ходя вслед за человеком, замечал все злые дела его, и, поощряя его своими кознями в таких делах, записывал все худое, что человек сделает. Такой лукавый дух разносит по мутарствам все грехи человека, и оттого они известны воздушным князьям. Когда же душа разлучится и хочет идти к Создателю своему на небо, то лукавые духи возбраняют это, показывая ей содеянные ею грехи. Если душа имеет более добрых дел, чем грехов, то они не могут удержать ее, а грехов, если найдется больше, сравнительно с делами добрыми, то они удерживают душу на некоторое время, затворяют ее в темнице, невидение Бога, и мучат, сколько сила Божия позволит им мучить ее. Пока та душа посредством молитв в церкви и милости неближе их не получит прощения, если же какая душа окажется так грешной и нечистой перед Богом, что не будет для нее никакой надежды спасения, то злые духи тотчас низводят ее в бездну, где и для них самих уготовано место вечного мучения. Там погибшие души содержатся до второго пришествия Господня, и потом по соединении со своими телами будут с дьяволами мучиться в гиене огненной. И то еще заметь, сказали ангелы, что этим путем восходит и подвергается испытанию в мытарствах только те, которые просвещены веру и святым крещением. А неверующие сюда не приходят, потому что еще до разлучения от тела душами своими принадлежат аду. И когда умирают, то бесы без всякого испытания берут их души как свою надлежащую добычу и низводят в пропасть. Мытарство четырнадцатое. Призывание бесов Здешние духи видом похожи на гадин, змей и жаб, страшные и отвратительны. По милости Божией во мне не нашли они ничего, и мы пошли далее, провожаемые криком демонов. Вот придешь в мытарство блуда, увидишь, как освободишься оттуда. Когда мы поднимались выше, я осмелилась спросить святых ангелов, все ли христиане проходят через эти мытарства, и нет ли возможности пройти тут без истязания и испытания на мытарствах. Ангелы отвечали, нет иного пути для душ восходящих на небо, все идут этой дорогой. Но не все бывают так истязуемы, как ты, а только подобные тебе грешники, которые творили неполное исповедание грехов своих, из ложного студа, утаивая перед Отцом Духовным соромные дела свои. Ибо кто-то сердечно рассказывает на исповеди все свои худые дела, и жалеет, и кается о сделанном, того грехи невидимо заглаждаются Божиим милосердием. И когда такая покаявшаяся душа приходит сюда, воздушные истязатели, разогнувшие свои книги, не находят в них ничего записанного, и такая душа, радуясь, восходит к престолу Божию. Если бы ты сотворила совершенную исповедь о твоих грехах и получила в них разрешение, стараясь потом сделать возможное за них удовлетворение добрыми делами, то не подверглась бы этим грозным истязаниям в мытарствах. Впрочем, тебе много помогло то, что ты давно уже перестала грешить смертно. И прочая лета жизни своей проводила добродетельно, а особенно помогли тебе молитвы преподобного Василия, которому ты много и усердно послужила. Мытарство, 16-е. Беседуя таким образом, мы подошли к мытарству блуда, на котором истязуется не только всякое любодеяние, но и блудные мечты, мысленные усложнения в том, блудные воззрения, порочные осязания и страстные прикосновения. Князь этого мытарства был облечен в нечистую и смрадную одежду, запачканную кровавой пеной, и множество бесов стояло около него. Увидевши меня, они удивились, что я успел уже пройти столько мытарств, и вынивши записки о всех моих блудных делах, обличали меня, указывая на лица, на места, на время, с кем, когда и где не грешила в юности моей. Я молчала и трепетала от страха и стыда, но святые ангелы сказали бесам, она давно уже оставила блудные дела и последнее время жизни своей провела в чистоте, воздержании и посте. А бесы отвечали, и мы знаем, что она давно уже перестала грешить, но не искренно исповедовалась перед своим духовным отцом и не получила от него надлежащие заповеди об удовлетворении за грехи. Потому она наша, или оставьте ее нам, или выкупите добрыми делами. Ангелы положили много из моих добрых дел, а еще больше от дарования Василия Преподобного, и едва я избавилась от лютой беды. Мытарство, 17-е. Дошли мы до мытарства прелюбодеяния, где истязуются грехи людей, живущих в супружестве, но не хранящих супружеской верности друг к другу и не соблюдающих ложа своего нескверным. Так же блудные похищения и насилие. Здесь же строго истязуются блудные грехопадения лиц, посвятивших себя Богу и обещавших жить для Христа, но не соблюдших чистоты. И я много должна была на этом мытарстве. Лукавые духи уже обличили меня и хотели вырвать из рук ангелов. Но ангелы долго спорили с ними, представляя все мои последующие труды и подвиги. Едва искупили меня не столько моими добрыми делами, которые положили тут все до последнего, сколько сокровищем отца моего Василия, которого так же очень много положили на весы против моих беззаконий. И взявши меня, пошли далее. Мытарство 18-е Приблизились мы к мытарству содомских грехов, на котором истязуются всякие противоестественные грехи, кровосмешения и другие скверные дела, совершаемые тайно, о коих даже и вспоминать стыдно и страшно. Князь этого мытарства был мерзостнее всех бесов, опачкан гноем и смрадом. Таковы же и слуги его. Смрад от них был нестерпим, злообразие невообразимо, ярость и лютость невыразимо. Они окружили нас, но, по милости Божией, ничего не найдя во мне, побежали от нас со стыдом. А мы прошли дальше. И сказали мне, святые ангелы, ты видела, Феодора, страшные и мерзкие мытарства блудные. Знай же, что мало какая душа проходит их без остановки и выкупа. Потому что весь мир лежит возле соблазнов и скверны. И все люди сластолюбивы. Мало кто бережет себя от нефистот блудных и умерщвляет в себе похоть плотскую. Потому и мало кто проходит тут свободно. Весьма многие, достигшие блудных мытарств, здесь погибают. Начальники блудных мытарств хвалятся, что они более всех здешних истязателей наполняют душами людей огненную пропасть ада. А ты, Феодора, благодари Бога, что вот уже прошла блудные истязания по молитвам преподобного Василия, отца твоего. И более не увидишь страха. Мытарство 19. После всего мы подошли к мытарству ереси, где истязуется неправое мудрование о вере отступничества от православного исповедания веры. Не веря, сомнения о вере порицания святыни и прочее тому подобное. Я прошла это мытарство без испытания. И вот мы уже были недалеко от врат небесных. Мытарство 20. Но нас встретили злобные духи последнего мытарства, немилосердия и жестокосердия. Жестоки тут истязатели, и князь их лют, с виду сухой и унылый. Тут без милости истязуются души немилосердых. Если бы кто совершал и самые великие подвиги изнурял себя постами, непрестанно молился и сохранял чистоту телесную, но был не милостив, таковы из этого мытарства не извергаются в адскую бездну и не получают милости вовеки. Но мы, благодатью Христовою, прошли безбедно через это место при помощи молитв преподобного Василия. Таким образом, избавившись от страшных мытарств, мы с радостью приблизились наконец к самым вратам небесным. Небесные врата были как будто из светлого кристалла и дивно сияли. В них стояли светлые, как солнце, юноши, которые, увидев меня с ангелами, радовались, что я милосердием Божиим избавилась от воздушных мытарств, и приветливо, встретивши нас, ввели меня внутрь. Но что я там видела и что слышала, чадо Григорий, того нельзя и высказать. Я видела то, чего никогда не видела око человеческое, и слышала, чего ухо никогда не слышала, и чего никому из живущих на земле не представляло желания или воображения. И приведенная была к престолу Божией слава неприступной, окруженными херувимами, серафимами и множеством воинов небесных, всегда славящих Бога неизреченными песнями. Падше я поклонилась невидимому и непостижимому Богу, а небесные силы воспели сладкую песнь, прославляя Божие милосердие, непобеждаемые грехами человеческими. И пришел глаз от велелепной славы, повелевавшей, приведшей меня ангелам, показать мне все обители святых, и потом все муки грешников, после чего водворили меня в обители преподобного Василия. И так водили меня всюду. И я видел прекрасные обители апостольские, пророческие, мученические, святительские и прочее. Все они были красоты неизреченной и пространны. И везде я слышала глаз духовной радости и веселья, везде я видела торжество святых. Все они, увидевшие меня, радовались о моем спасении и прославляли Бога, избавившего меня от сетей вражиих. По обхождении светлых обителей, неизведенная была в преисподнюю и видела там страшные и нестерпимые муки грешников. Показывая их мне, ангелы сказали, смотри, Феодора, от каких мук избавил тебя Господь по молитвам угодника своего Василия. Я слышала там вопли, плач и рыдания мучившихся. Иные из них страшно кричали и проклинали день рождения своего, но никто не оказывал им милосердия. Оттуда провели меня ангелы в эту видимую тобою обитель и водворили меня тут, сказав, Сегодня преподобный Василий творит о тебе память. И поняла я, что тогда был сороковой день по разлучению моего мать тела, и в этот день я пришла в это место успокоения. 26 марта О состоянии праведных душ до всеобщего суда так говорит Священное Писание. Во-первых, они вслед за исходом из всей жизни награждаются за подвиги жизнеземной блаженством. Так праведный Лазарь тотчас по смерти отнесен был на лоно Авраама. И на кресте покаявшемуся разбойнику сказал Господь, ныне же будешь со мною в раю. Во-вторых, они будут наслаждаться покоем. Лука 14, 25, 2 Коринфянам 5, 8. Они свободой от скорбей или свободой от скорбей от страданий будут наслаждаться. Находиться в общении с праведниками и ангелами и служить Богу. Хвалебным словословием и молительным ходатайством о живущих на земле. Но это состояние еще не есть состояние окончательное. Полная слава и блаженство каждого по его заслугам. 1 Коринфянам 3, 8. Последует только после всеобщего воскресения и всеобщего суда. Когда придет Господь в назначенный день. Деяние 17, 31. И объявит суд решительный, которого приговоры никогда не переменятся. А в состоянии душ грешных открыто, что они удалены от лица Божия, заключены в темницу падших духов или в ад, место темное и мучительное. Сознают и чувствуют потерю блаженства, чувствуют упреки совести и напрасно стараются сами улучшить свое бедственное положение. Но не одинаково будет состояние их, а соответственно нравственному состоянию каждой отдельной души. И опять, это состояние их не есть решенное навсегда и окончательное, а переходное. Для одних в ожесточение и вечную нераскаянность во зле. А для других в упование на помилование от Бога и жизнь вечную. Филиппийцам 2, 10, 11, 1 Петра 3, 18. Последние – это те грешники, которые на земле не принесли плодов достойных покаяния, но умерли с семенами веры и благочестия. Потому они и не терпят страданий, какие терпят грешники нераскаянные, и остаются с возможностью получить помощь от церкви. Чем способен принять эту помощь? Страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. По такой тесной связи христиан между собою, они имеют возможность помогать своим ближним, отдаленным от них огромными пространствами, находящимся в плену или темнице, удручаемым болезнями, молитвами о них к Богу. Молитва по учению Писания может оказывать влияние и на мир отшедших от нас душ, простирает свои силы и на область ада. Мы привели выше слова апостольские о грехе смертном, и Спаситель сказал, что есть грех, который не прощается ни в семь веке, ни в будущем. Следовательно, как есть грех смертный, о котором бесполезно и молиться, который не простится ни в настоящей, ни в будущей жизни. Так есть грехи несмертные, о которых молитва может быть вполне благоплодна, но не тщетна. Каждый человек, имевший в себе малую закваску добродетелей, но не успевший превратить он ее в хлеб, по елику, несмотря на свое желание, не мог сего сделать или по лености, или по беспечности, или потому что отлагал это со дня на день, но сверхчаяние постигнут и пожат смертью, не будет забыт праведным судьею и владыкою. Господь по смерти его возбудит его родных, ближних и друзей, направит их мысли, привлечет в сердца и приклонит души к оказанию пособий и помощи ему. И когда Бог подвигнет их, и владыко коснется сердца их, они поспешат вознаградить опущение умершего. Святого Яна Дамаскина слово об усопших в православной вере. Таким образом, в жизни загробные узники ада получают помилование не за собственное покаяние, а за благотворение людей, находящихся в живых, за молитву, высылаемую о них в церковь во имя Господа Иисуса Христа, взявшего на себя грехи мира и давшего нам неложное обещание, «Если о чем попросите во имя мое, я то сделаю». Рассказы о частом суде вслед за смертью человека. В житиях святых содержатся подробные сведения о мытарствах, и хотя сведения эти представляются часто в очень ярких веществах и человекообразных картинах, но они не могут отвергать той главной мысли, что злые духи принимают свое злое участие в судьбе души человека, тотчас по разлучению ее с телом. Святой Иосиф Песнописис, приготовляясь к исходу из всей души жизни, молился, «Господи Боже мой, соблюди до конца дух мой и даруй мне невредно избегнуть князя тьмы и воздушных страшилищ». Человек, воскрешенный святым апостолом Филиппом, припал к ногам его и сказал, «Благодарю тебя, слуга Божий, что ты от многих зол избавил меня в час сей». «Два черные эфиопа влекли меня, и если бы ты не предварил, то вергли бы меня в тартар лютый». Святой Андрей Юроди увидел душу одного мертвеца, окруженную бесами, которые плясали и смеялись, провожая ее. Воин таксиот совершил в жизни своей грех-прелюбодеяние и в нем умер. Оживший через несколько дней, он рассказал тут бывшим, что на этом мытарстве у него не оказалось соответственных греху добрых дел, «И лукавые духи повели души его в темницы адовы, где души грешных находились в вечной тьме, где плач неутешный, где плачут они, и никто их не жалеет и не утешает, где взывают о помощи, взывают, и никто их не слушает». Преподобный Агафон целые три дня перед смертью пробыл с открытыми глазами. Братья решили стронуть его и спросили, «Где ты?» Он ответил, «Стою пред судилищем Божиим». Святой Иоанн Лествичник рассказывает об одном подвижнике, который целые сорок лет подвязался, так что и звери ему повиновались. Стефан было имя подвижника, так же еще живым подвергался суду. Это было за день до его смерти. Глаза его оставались открытыми. Он осматривался то в ту, то в другую сторону, и как бы оговариваемый кем, отвечал или так, «Признаюсь, это правда, но я простился за настоящий грех столько-то лет». Или «Нет, я не делал этого, вы лжете». Или «Наконец, так, истинно так, но я плакал и служил братьям, по-видимому, оговариваемый, и уступал. Поистине так, и не знаю, что сказать на это, но у Бога есть милость». Все эти ответы умирающего ясно слышали братья, которые окружали его постель. Святой Лестничник, окончим настоящий рассказ, делает отсюда прямое заключение о суде после смерти каждого человека. О важности истинного покаяния по отношению к мытарству. Святой Григорий двоислов рассказывает следующий замечательный пример. К одному пресс-фитеру пришли просить его к больному, находящемуся при смерти, чтобы исповедовать и причастить его. Пресс-фитер, занявшись обрезыванием винограда, позамедлил. И когда пошел к больному, то попавшиеся ему навстречу сказали, что больной помер. Тяжко и скорбно было пресс-фитеру, что больной помер без напутствия вследствие его промедления. Пришедший в дом умершего, он повергся перед ним и плакал, считая себя виновным в том. В это время умерший ожил. В страхе и вместе в радости стали спрашивать, что с ним было. И как душа снова возвратилась в тело. Оживший отвечал, «Пришли ко мне некоторые страшные эфиопы из назри, коих исходил пламень, и взяли меня силой и повлекли меня в какие-то темные и страшные места». Но вдруг явился пресветлый юноша с другим таковым же и сказал, кветшим меня, «Возвратите его! Священник плачет о нем, и ради его слез Господь возвращает ему жизнь». «Воскресший мертвец после сего исповедался, причастил со святых тайн семь дней, прибыл в непрестанной молитве и в восьмой день скончался». Как происходит частный суд? Суд этот бывает одновременно с тем, как душа проходит от земли в духовный мир. Душа же должна совершить свой путь через воздух, или точнее сказать, тем пространством, которое находится между землей и небом. Здесь-то по учению святых отцов и нужно видеть место для частного суда. А как знаем из Слова Божия, в воздушном пространстве вращаются злые духи. Следовательно, душа, стремящаяся в небесное Отечество, встречается с злыми духами. Святой Афанасий Великий говорит о воздушном пространстве в этом именно смысле, равно как приводят здесь слова апостола Павла в служителях князя власти воздушные. Бесы препятствуют душе достигнуть того места, то есть неба, которого сами лишились, и в котором сами не надеются быть более. Какое право они имеют останавливать душу? То же самое, в силу которого и являлись грешнику при разлучении души его от тела, то есть что грешник совершал одинаковые с ними дела. Следовательно, должен пойти в одно с ними место, подвергнуть одинаковой с ними участи. Они готовы сказать в это время на душу все, как и слышали их святые Божии, говорящими в минуту своих особенных видений. Например, эта душа наша до самой смерти она грешила, осквернялась не только естественными, но и через естественными грехами. К тому же она осуждала ближнего, а что всего хуже, умерла без покаяния. По крайней мере, свободный ли доступ бесы дают душам праведных? Нельзя сказать и этого. Потому что один из праведников вначале одни так же были тяжкими грешниками, а другие с добрыми своими делами соединяли так же дела грешные. А злые духи радуются, только о неправде. Радоваться же о истине не способны. Им был бы только повод, к чему сделать притязание, чем бы обвинить душу. Антоний Великий говорит о собственной душе, которую видел отделившейся от тела и возносимую на небо. Бесы усиливались выставить грехи, которые он допустил от самого рождения. Но напрасно было их усилие, потому что грехи юных лет преподобный давно очистил покаянием и строгим подвижничеством. После этого они прямо слагали на него небывалые грехи. И святой Кирилл Иерусалимский учит, особенным неким образом дьявол истезует душу, представляя и исчисляя все грехи и беззакония, сделанные нами делом, словом, в ведении и неведении, от юности до дня кончины, когда душа вземлится на суд Божий. Все эти нападения бесов на душу согласны с учением Слова Божия, потому что день лют, которого мы должны опасаться со стороны их. Примите все оружие Божие, да возможите противиться в день лют. По мнению толковников, относится также и к частному суду. Брань христианской души с духами злыми бывает в это время, так сказать, лицом к лицу, и душа может защитить себя только лишь запасным всеоружием, то есть обилием добрых дел. Одни ли злые духи встречают в воздушном пространстве, как бы в своей области, души мертвецов, стараясь затем обвинить эти души, или же нет? Продолжение следует...